Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите ProBox с Вадимом Гринихом и сегодня у нас необычное видео. Мы продолжаем разбирать карьеры боксеров, профессионалов. И сегодня у нас на очереди один из моих любимейших боксеров, российский полутяжеловес Сергей Ковалев. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Итак, разрешите представить, Сергей Александрович Ковалев, крашер, провел на профессиональном ринге 38 боев, 34 из них одержал победы. В том числе 29 досрочно, имея 4 поражения, в том числе 3 досрочно и один бой признан no contest или несостоявшимся. Приехал в США никому неизвестным боксером и, учитывая, что у него не было длительное время промоутера, 9 первых боев провел с откровенными мешками, пока не встретился с Дарнеллом Буном. Что это за персонаж? Во-первых, это тот самый боксер, который нокаутировал Адониса Стивенсона, сутенера, который длительное время удерживал по СВБС. Также он является первым человеком, пославшим Андреа Уорда в нокдаун. Кстати, всего за профессиональную карьеру Уорда было 2 нокдауна. Первый как раз от Буна, второй от героя этого сегодняшнего ролика. Чем он еще знаменит? Ну, во-первых, он боксировал с Эрисланди Ларой, с Жаном Паскалем, с Вильямом Монромовым-младшим, который впоследствии встретился с Геннадием Головкиным. И, кстати, надо сказать, что Дарнелл Бун в поединке с Сергеем Ковалевым тоже умудрился Сергея отправить в нокдаун. Победу в этом бою Сергей умудрился одержать раздельным решением судей. К его чести стоит сказать, что в ответном поединке он, так же, как и Адонис Стивенсон, нокаутировал Дарнелла Буна. Затем был бой с Романом Симаковым, в котором, на мой взгляд, Сергей, ну, был, наверное, на пике своих возможностей и продемонстрировал просто идеальнейший бокс, не пропустив практически ничего. Великолепная техника, великолепные ноги, жесточайшие удары в корпус и в голову. И этот бой, как вы знаете, закончился очень трагично, потому что Роман Симаков, к сожалению, скончался. Но этот бой стал для Сергея Ковалева некоторым роде трамплином, потому что его заметили в США. И его промоутером стала компания Main Events под руководством Кэти Дува, которая организовала ему сразу же незамедлительный реванш с уже вышеупомянутым Дарнеллом Буном, который Сергей закончил техническим нокаутом во втором раунде. А дальше пошли серьезные соперники. Первым был Лайнел Томпсон с рекордом 12-1. В принципе, можно сказать, что восходящий проспект. Бывший чемпион мира Габриэль Кампилио, который в бою с Таворисом Клаудом выставил его полным клоуном и в итоге был ограблен. Дальше был Корнелиус Уайт с рекордом 21-1. Ну и бой за пояс, да, за пояс по версии WBO с Натаном Клеверли, про которого сейчас многие говорят. Да, это же мешок, обычный мешок. Но на бой, на момент боя с Ковалевым у него был рекорд 26-0. И он успел поколотить таких товарищей, как Тони Бэлью, Наджип Мохамеди, Томми Карпенси, который в свое время валял по рингу гвоздя и вел довольно-таки конкурентный бой с Адонисом Стивенсоном до нокаута. И также там еще был Каром Мурат. Ну ничего такой мешок, да, ребят? А кто дальше был на очереди? А дальше был Исмаил Силах, который является бывшим членом сборной Украины по олимпийскому боксу, серебряным призером на минуточку чемпионата мира 2005 года, серебряным призером чемпионата Европы 2006 года. И на момент боя с Ковалевым у него был рекорд 21-1, и он успел проиграть по глупости совершенно Денису Грачеву. Ковалев его смял за два раунда. Интересный получается мешок. Идем дальше. Окей, дальше проходных два соперника. Седрик Агниус с рекордом 26-0, который выигрывал только турнир «Золотые перчатки» в США. И Блейк Каппарелло, который нужен был, чтобы держать себя в тонусе перед боем с Бернардом Хопкинсом. А дальше был сам непосредственно Палач Чужой или Чужой Палач, кому как больше нравится. У которого в послужном списке целая россыпь звезд. И Делла Хоя, и Тринидад, и Джонс-младший дважды, и Жан Паскаль дважды, и Чет Доусон, и Джермен Тейлор, и Антонио Тарвер. И кого там только не было. На момент боя с Ковалевым у Бернарда был список из 55 побед, 32 досрочно, 6 поражений и 2 ничьих. И он объединил титулы в бою с Бейбутом Шуменовым, и еще к тому же свою громадную карьеру умудрился нокаутировать тогдашнего тренера Сергея, Джона Дэвида Джексона. И поэтому любые отговорки по поводу того, что с Ковалевым в тот вечер вышел на ринг старикан, который чуть ли не немощный был, передвигался на инвалидной коляске, вообще не принимаются. Ни в коем случае. И Сергей в бою с таким соперником фактически не проиграл ни раунда. Дальше у Ковалева был Жан Паскаль, которого многие называют качком, ничего в ринге не умеющим, лошарой. Но при этом они забывают, что когда-то Паскаль входил в сборную Канады по боксу. За свою профессиональную карьеру он успел пободаться с Бернардом Хопкинсом дважды, Случаном Буте, с Карлом Фрочем, с Дарнеллом Буном и с многими-многими другими. С Ковалевым первый бой получился довольно-таки конкурентным, потому что Ковалев провалил подготовку по его собственным словам. Как он сам писал в своей книге «На грани», которую вы можете приобрести в интернете. Он слишком заотмечался победой над Бернардом Хопкинсом, и поэтому подготовка к бою с Паскалем прошла, мягко говоря, плохо. Он вышел на бой, кое-как сделав вес предварительно за ночь до боя, вышел на бой с весом 85 килограммов. И были у Паскаля в этом бою свои моменты. Сергей там пропускал некоторые тяжелые удары, но бой все равно завершился нокаутом техническим. Затем через некоторое время у них состоялся повторный поединок, который, наверное, я считаю одним из лучших выступлений вообще за всю карьеру Сергея. Там был просто декласс Паскаля. Паскальный выиграл ни одного раунда, и он закончился этот поединок в седьмом раунде, опять же, отказом угла от продолжения. Затем перед боем с Андрой Уордом у него был последний разминочный, так называемый разминочный бой с Айзиком Челембой. Чем знаменит Челемба? Ну, во-первых, он нанес поражение Максиму Власову, который вот совсем скоро будет драться за титул WBO в полутяжелом весе. Также нанес первое поражение в карьере Василию Липихину, который в свое время считался восходящим проспектом. Это бой был на канале HBO. Также он отлупил Эдисона Миранду, которого Андрей Уорд называл одним из самых бьющих боксеров за всю его карьеру. Кроме того, был еще Элейдер Альварес в его послужном списке и Тони Бэлью. Ну, в общем, пошатало-то Айзика Челембу по бойцам полутяжелого веса. Ковалев ему проиграл от силы 2-3 раунда. Ну и, наконец, мы плавненько подходим к Андреу Уорду. Кто такой Уорд? Ну, во-первых, это последний олимпийский чемпион по боксу в США. Он является победителем суперсерии в суперсреднем весе, где он перемолотил Карла Протча, Артура Абрахама, Микеле Кеслера. Затем были доминирующие победы над Чедом Доусоном, Эдвином Родригесом, Салливаном Баррерой, который на тот момент не имел поражений. Ну и к бою с Ковалевым он подошел на третьей строчке Pound for Pound. Ковалев занимал вторую строчку. И что было дальше, что произошло 19 ноября 2016 года, вы сами все видели. Я это называю так. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп и нету поясов. Разделим наглую чемпиона. На мой взгляд, Андре Уорд в этом бою выиграл от силы 4 раунда. Все остальное можно смело отдать Ковалеву, еще и плюс нокдаун. Но мы увидели с вами знаменитое 114-113 в пользу Уорда. Ну и все пояса утекли в другие руки. Сказать, что это был удар по психологии непобедимого чемпиона в лице Ковалева, это значит не сказать ничего. И я знаю, сейчас найдутся те, кто решит мне написать в комментариях, Уорд выиграл по делу, похуел он выиграл, он весь бой обнимался, хватал Ковалева за ноги, бил ниже пояса и по затылку. И еще кучу другой грязи использовал. При полном попустительстве рефери, что смотрели какой бой боковые арбитры, я вообще не знаю. У меня просто столько слов матерных в моем лексиконе не найдется. Ну и потом была, конечно, эта знаменитая отговорка от Уорда, что это был очень близкий бой, и у меня болело колено, и если бы не болело колено, я бы, конечно, ему показал. Я бы ему показал. К реваншу Уорд начал готовиться заранее, буквально по винтикам разбирая бокс Сергея Ковалева. А Сергей в этот момент находился в подвешенном состоянии и не знал, состоится бой или нет. Плюс прибавьте сюда отвратительную психологию после проигрыша, плюс, я думаю, еще был и подкуп Джона Дэвида Джексона, который наверняка сливал информацию в противоположный лагерь противника. Прибавьте сюда еще и слухи об отравлении Ковалева. В общем, сторона Уорда сделала все для того, чтобы Сергей в реванше не победил. И как сказал промоутер Уорда, да, Сергей, ты не выиграешь этот бой. При этом, на мой взгляд, бой был довольно-таки равным. Никакого «Ворд не классировал Ковалева, он его просчитал еще в первом бою» не было. Бой был довольно-таки равным, о чем говорят судейские записки на момент остановки. И при этом, ну, вы все видели, да, вот эти вот яйцебойства от Андрюхи. И независимый подсчет ударов в этом бою говорит о том, что Сергей все-таки в этом бою лидировал по количеству нанесенных ударов. Дальше у нас были проходные соперники в лице Шабранского и Михалкина. И Сергей Ковалев вышел на бой против Элейдера Альвареса, который длительное время был обязательным претендентом на пояс по версии WBC, которым владел Адони Стивенсон и предпочитал платить огромные деньги Элейдеру, отступные, за то, чтобы не встречаться с ним в ринге и проводить защиты против непонятно кого. В итоге, в первом бою Элейдеру действительно удалось Ковалева, измученного весогонкой и объемными любительскими тренировками Аброра Турсун-Пулатова, нокаутировать. Но при этом в реванше Ковалев показал свой класс и не дал Элейдеру продемонстрировать абсолютно ничего, выиграв бой фактически в одну калитку. С ярдом был валидольный бой, потому что Ковалеву пришлось, по сути, дважды выходить на пик, потому что даты боя то и дело переносились. А в его возрасте это сделать довольно-таки трудно. Ну и, собственно говоря, вот мы получили вот такую вот валидольную концовочку от Ковалева в этом бою. Про бой с Саулем Канело Альваресом я даже говорить ничего не хочу, потому что он заранее согласился на неудобные для себя условия, плюс лимит по набору веса, плюс совсем короткое время для отдыха и короткое время для подготовки. Ну, в общем, изначально он поставил себя в невыгодное положение уже изначально, в котором в игре, конечно же, было очень тяжело. Но и при этом он все равно умудрился дать конкурентный бой, гораздо более конкурентный, чем вот в минувшие выходные подрался с Канело Калум Смит. Подводя итог карьеры Сергея Ковалева, можно сказать следующее. Сергей является единственным российским боксером, которому удалось в свое время занять вторую строчку паунд-фа-паунд списка боксеров независимо от весовой категории. Напомню, предыдущее достижение принадлежало Константину Дзю, который занимал третью строчку в этом рейтинге. Кроме того, он не является единственным российским боксером, который удостаивался чести быть боксером года по версии журнала Sports Illustrated. Это было в 2014 году. Он почти стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Он является первым российским боксером, которому удалось объединить титулы в полутяжелом весе. И если бы Стивенсен от него не бегал, у него были бы все шансы стать абсолютным чемпионом мира и иметь на своих руках четыре пояса. И до начала спада у него он по своим соперникам проходился действительно катком. Мало кто мог ему закатить реально конкурентный поединок. Вот. Это были мои мысли по поводу карьеры Сергея Ковалева. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на инстаграм. И чуть не забыл, пишите свое мнение о карьере Сергея Ковалева в комментариях. Ну а я был всех рад видеть. До встречи в следующем видео. Пока.